Хлеб, молоко, овощи, мясо – база продуктовой корзины. И то, что цены на эти товары вновь выросли, заметил практически каждый. На колбасные изделия, мясные, да фактически на все, и на овощи, и на фрукты. Удивительно, что сейчас сезон, а овощи даже местные дорогие. Ну, очень дорогой сыр, скажем так, масло, молокопродукты многие подорожали, ну, кроме молока. Да все подорожало. На картофель хотя бы, вот смотрите, 100 рублей, 80 рублей. На колбасные изделия. Даже рыбная колбаса стоит 400 рублей, 500. Это где так? Ужас. Сахар, посмотрите, какой вот, 65 рублей, где-то 72 я видела. Вот такое бывает, на фрукты. Да на все по-негисти. Ну, огурцы, помидоры, посмотрите, какие цены сумасшедшие. Поэтому все растет, все растет. Только наши зарплаты, пенсии не растут. Происходят рост цены за повышение инфляции. По данным Росстата, в июне 2021 года она выросла до 6,5%, тем самым обновив рекорд за 5 лет. Отсюда стремительно дорожают продукты и стройматериалы. Прежде всего, инфляция сказывается на росте цен на продукты питания и недвижимости. Кроме того, повышение ключевой ставки, как один из способов сдерживания инфляции, приведет к тому, что кредиты будет брать сложнее. Сложнее также станет обслуживать уже имеющиеся займы. Это же может привести и к новой волне банкротств. В прямом эфире «Радио Лемма» экономист Максим Кривелевич отметил, что инфляции как таковой не существует. Потому что не существует одинакового роста цен для двух разных субъектов. Рост цен у каждого свой. Это объяснение, которое позволяет, вместо слова «отстань». Со слов экспертов, в текущей экономической ситуации в стране было бы странно, если бы цены не росли. Процесс неприятный для всех, но необратимый. Выйти из этой войны нельзя. Договориться с ростом цен невозможно. А значит, вы постоянно будете поддерживать себя в форме. Значит, каждый следующий год вы должны будете придумывать, как заработать больше денег, чем зарабатывали в предыдущем году. По прогнозам председателя Союза потребителей России, предстоящей осенью стоит ждать новую волну роста цен. Алина Черненко, Екатерина Князева, Анна Дьякова, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.